привет привет и я думаю снять мануал по прошивке полной от начала и до конца планшета asus infinity tf или ft 700t в принципе неважно мне кажется все будет в описании нормально описано так смотрите что я буду сейчас делать сначала я поставлю сначала я разблокирую да чем не анонс делать давайте сразу и начнем правильно вы же не зря его включили этот видосик так что нам нужно сначала сделать все ссылки повторюсь будут в описании сначала скачивайте так наверное так сначала скачивайте программу для разблокировки загрузчика потом скачу сначала ее скачайте закиньте на планшет вот собственно что я сейчас и сделаю все файл я закинул теперь что мы делаем находим наш какой-нибудь любой файловый менеджер он диспетчер файлов идем в корень внутреннего накопителя находим наш нашу приложеньку внимание она у нас для разблокировки девайца а когда мы разблокируем так неизвестные источники окей так надо поярче отлично после разблокировки устройства гарантия у нас снимается но я думаю вам это уже не важно потому что гарантии так и стекла так устанавливаем после этого запустить сейчас приложение мы там согласимся со всеми нужными соглашениями от asus так я ознакомился принимаю так нужно проверить принимаю окей согласен ну ка интересно ладно парольчик мы ввели окей еще раз я вам скажу так я сейчас ввожу он не вводит то есть как бы что за дела очень странно ладно сейчас будем разбираться хочу вас обрадовать решение данной проблемы я нашел ну скорее всего нашел вам нужно удалить свой google аккаунт перед этим всем если он у вас вообще был теперь мы заходим проматываем ознакомляемся окей согласен жмем у вас нет учетной записи google и пин кода хотите ли хотим так этап выключения я искал вначале что это будет полный мануал поэтому наверное паузы на не очень долгие перезагрузки планшета я делать не буду наверно так вон в уголке написано receive unlock command start to unlock bootloader please wait for a few minutes окей что у нас еще есть по этому планшета так ну unlock success все готово сейчас у нас планшет включится как будет понятно что он разблокирован в уголке здесь написано the device is unlocked ну девайс разблокирован собственно не ошибетесь так что нам нужно сделать теперь как он включится ссылочки опять же в описании нам нужно скачать первое файл recovery кастомного второе саму кастомную прошивку и третье это google apps ну если вам конечно же вообще нужен нужен play market там и вся остальная вот эта фигня от google так включились замечательно так готово я перекинул прошивку и google apps на собственно планшет вот файлик вот файлик копировалась кстати ну так более-менее долго не ожидал думал быстрее собственно на компьютере у нас вроде бы как все готово для прошивки так что продолжим на данном этапе повторюсь я скачал для поставки для установки кастомного recovery скачал кастомный recovery скачал папочку adb ну а дб для андроида что нам теперь нужно сделать перезагрузить девайс зажав и держа клавишу включения и звука минус то есть громкость вниз после появления нескольких значков выбрать значок usb хотя у нас я думаю скорее всего если у вас тут после последняя официальная прошивка то он автоматически перейдет в режим прошивки в режим fast boot так ждем оба вот это оно видно я думаю старый fast boot usb download protocol отлично посмотрим что у нас драйверами на компьютере все ли стоит да все автоматом установилась у меня установлена windows 10 редакция 64-битная самая актуальная но последняя версия на 16 8 2016 то есть это она версия или как там обновление последняя называется ладно что я делаю сейчас на компьютере иду я разместил средства и дебе папочку на диске c в корне собственно захожу туда вот у меня папка правой кнопкой в папке даже по моему сейчас нет зашли в папочку сейчас надо вспомнить даже кнопка windows и нет ладно чем я вспомнил переходите в папочку с и дебе зажимаете shift жмете правой кнопочкой там будет команда открыть окно команд жмем все мы в этой папочке так что нам нужно проверить вообще поставились ли драйвера определяется ли устройство нужно написать fast boot совсем забыл обязательный момент вы должны открыть меню разработчиков и включить отладку по usb совсем забыл это сделать поэтому он не смог взаимодействовать с планшетом пришлось его перезагрузить он сейчас войти в раздел для разработчиков поставить галочки надеюсь хотя бы как открыть раздел для для разработчиков вы разберетесь сами вот собственно активировал драйвера опять установились автоматически в нашей командной строке я вбил команду девайсис мне выбило вот наше устройство теперь появилась наконец-то в и дебе что мы делаем теперь куда я тут у нас скачал тивер пи сейчас посмотрим тивер пи надо же еще не скачал ну хорошо еще скачну готова кастом на рекаури я скачал закинул в папочку с и дебе что мы теперь делаем давай с нас сейчас включен давайте в объем fastboot devices ну проверим еще разочек все ли все у нас в порядке так тут просто девайсис то чувство когда на столе не хватает места и для огромного планшета и для клавиатуры но надо как-то снимать да все на месте так так теперь впечатал в строку и дебе ребут бутлауда бутла удар в общем это вся весь текст тоже будет в текстном описании на обзоре чтобы вас не путать планшет у нас перезагрузился теперь fastboot мод что мы теперь делаем вводим команду fastboot а и 0x 0b 05 повторюсь можете сейчас не слушаться просто посмотрите текстовое описание это я сейчас словесно объясняю чтобы ну что там должно содержаться команда для прошивки рекаури и в конце должно быть название файла нашего рекаури который мы переместили в папку с так папку с и дебе тег вроде бы как поперло пишет пока что финиш готова по идее наша кастомная рекаури прошилась следующая команда это фестбуд ребут так enter по идее это последний барьер который нас отграждает от установки кастомной прошивки то есть загрузчик мы разблокировали рекаури кастом на и установили сейчас он перезагрузится и мы уже будем идти в наше кастомной рекаури надеюсь там с ним проблем никаких нету так готово последний этап прошивка и google apps у нас закинуты теперь мы по старой схеме зажимаем кнопку power и громкость вниз держим 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 отлично наш пункт теперь это р си кей так как мы выбираем громкость вверх просто громкость вверх насколько я помню ну да что то поперло уже отлично наш рекаури запустилась что нам нужно сделать сначала немного вайпа потом немного инстала ну давайте начнем вайп factory розет factory точнее процесс по идее недолгие хотя были у меня аппараты которые помню пять минут этот процесс выполняли хотя что там проблем то правда вот форматит well done back так а вот наверху у нас назад теперь мы отправляемся в раздел install здесь мы сначала выбираем прошивку обязательно нельзя сначала гэпс прошивать на всякий случай предупреждаю вот свайпаем ждем процесс тоже не очень долгий по идее не очень долгий не знаю как именно на моем планшете это будет готово на вскидку скажу что этап прошивки основной занял ну слушайте наверно минут так 8 это точно не ожидал долго но ладно теперь что мы ждем жмем home install теперь мы выбираем гугл аппс пук теперь свайп для подтверждения ну это надеюсь хотя бы побыстрее будет наверное весит потому что вот этот пакет на на или пика даже порядка 70 80 мегабайт терпимо собственно это последний этап прошивки после него мы собственно перезагрузимся через кастомной рекавери дождемся дождемся окончания загрузки он будет загружаться немножко дольше чем при обычной загрузке но тем не менее и все и как только планшет загрузится мы закончим следующее видео будет уже по обзору тестированию производительности и т.д. и т.п. нового андроида 6 относительно нового но для этого про планшет он последний и самый думаю актуальный из кастомных прошивок так календарь всякая фигня блин вроде бы пика скачала все равно что-то еще ставится кроме play market а так коп а готова собственно ребут ну ребут и на этом наша прошивка я думаю закончена пожалуй даже не знаю давайте поставлю пока на паузу грузится он будет минут пять минимум я думаю немножко загрузочной анимации конечно же создатель прошивки о господи язык прикусил создатель прошивки не мог обойтись без того чтобы не разместить свой логотипчик на загрузке его прошивки но если вам он не нравится то вы можете установить root хотя скорее всего на кастомной прошивке root уже установлен и с помощью программы из play market а такое как например boot animation ну или подобных их я не знаю миллионы можно найти в интернете в play market и можно установить классический за за классическую загрузочную анимацию андроида 6 без проблем то есть он просто подменит файл и все вам не обязательно будет смотреть вот эту миленькую собачку с четырьмя кружками цветными вот собственно основной этап загрузки прошел сейчас у нас идет оптимизация приложений всего я тут вижу 70 ну-ка а вот так чтобы было видно ждем опять а процесс все шел и шоу планшет уже разогрелся не только слева вверху в углу но и ближе к серединке ждем дальше наконец-то окончание загрузки сейчас мы увидим чудо как и получилось ли у нас судя по всему все получилось так что если будут какие-то вопросы по прошивке пишите в комментариях спрашивайте я постараюсь на них вам ответить конечно же так ну сейчас будем снимать обзорчик как мужчина и о и и и и и и и и Продолжение следует...